Здравствуйте! Это программа «Неделя города». О главных новостях четверга и уходящей недели расскажут мои коллеги и я, Дина Исляева. Проверили, как работают перевозчики. Гороадминистрация провела рейд на 65-м маршруте такси. Спорт без ограничений по возрасту, как проходят тренировки рязанских лучников. Росздравнадзор проверил работу клиник, которые проводят пластические операции. Итог – множественные нарушения. Мониторинг работы общественного транспорта проводит администрация Рязани. На этот раз в зоне особого внимания соблюдения водителями режима движения в вечернее время. 14 микроавтобусов должны идти по 65-му маршруту после 9 часов вечера. Интервал разный – от 9 минут между первыми до 19-ти ближе к полуночи. Однако в это время пассажиропоток небольшой и у водителей возникает соблазн вообще не выходить на маршрут. Вечером с Грибоеда езжу, иногда вот 65-й, она у нас конечная, иногда приходишь ждать очень долго, особенно в выходные дни. Раньше было, что иногда стоишь, такое ощущение, что один водитель ездит. Но сейчас нормально. Слава Богу, что в такое время я могу доехать, потому что если там какие-то у водителей будут неприятности, то не хотелось бы. На перебой в работе 65-го маршрута поступали многочисленные жалобы, поэтому управление транспорта администрацией города Рязани организовало выездные вечерние проверки. В рамках подобных рейдов уже проверили 41-й маршрут, 49-й и 57-й – движение 13-го автобуса, то есть транспорт, который обслуживает отдаленные районы города. Фиксирую время отправления, номер автобуса. Таким образом записываю все рейсы, которые выполняются. И затем интервалы движения потом высчитываются. И сверяю с установленным расписанием движения. Особое внимание управление транспорта уделяет тем маршрутам, на которых принимают оплату по карте УМКО. Ведь по ним действуют льготные условия проезда для пенсионеров, школьников, студентов. А значит перевозчику эту сумму компенсируют из городского или областного бюджетов. Данные мониторинга мы обработаем на следующий день. При выявленных нарушениях все перевозчики будут уведомлены о том, что так или иначе они где-то не доработали. И соответственно потом проводятся последующие такие же, можно сказать, секретные выезды на предмет исправления. Стоит отметить, что выездные проверки это дополнение к ежедневному сплошному мониторингу, который проводится с использованием системы ГЛОНАСС. Она установлена на всем общественном транспорте, как коммерческом, так и муниципальном. 65 маршрут обслуживают три перевозчика. Всех их предупредили о проверке и пригласили на беседу, чтобы выяснить проблемы, с которыми они сталкиваются. Самая сложность у нас появляется, потому что водители выезжают утром рано, где-то к шести часам они уже должны быть наконечен, чтобы начинать работу. Как бы у них большой очень объем работы получается, что если они вечером полдвенадцатого-двенадцатого заканчивают, переработка большая по времени, как бы устают. А завтра, если им второй день еще работать, опять к полпятому уже на работу вернуться. Получается, что у них время для отдыха очень мало. Также на маршруте могут возникнуть аварии и заторы. Эти, независящие от перевозчика факторы, проверяют по системе ГЛОНАСС и не учитывают при подведении итогов мониторинга. А с фактами недобросовестных перевозок разбираются в индивидуальном порядке. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В 2019 году при максимальных уровнях воды в Рязанской области в зоне весеннего половодия могут оказаться 25 населенных пунктов из 11 муниципальных образований. Такая информация была озвучена на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По данным регионального МЧС, в районах, подверженных подтоплению, уже созданы необходимые группировки сил и средств. К ликвидации возможных ЧС готовы более 4 тысяч человек и свыше полутора тысяч единиц техники. 68% клиник, которые занимаются пластической хирургией, работают с нарушениями. К такому выводу пришли специалисты Росздравнадзора. Они провели проверку более 1200 частных и государственных клиник. Им выписали более 3000 штрафов. Мы выяснили, какой должна быть клиника, которой можно доверять. Порядок оказания медицинской помощи ужесточили с 1 июля 2018 года. В силу вступило новое положение. Главное отличие – теперь помощь в пластической хирургии должна осуществляться только в стационарных условиях. В законе прописано, что в клинике, которая занимается пластической хирургией, обязательно должны быть реанимационно-анестезиологическое отделение, отделение переливания крови и достаточное диагностическое оборудование, а также круглосуточное наблюдение пациентов. Росздравнадзор проверил рязанские клиники на соответствие нормам. Нами были выявлены нарушения действующего законодательства. Это такие, как нарушение условий хранения лекарственных препаратов, медицинских изделий, что недопустимо. Также были выявлены медицинские изделия с истекшим сроком годности. Было установлено, что не все медицинские кабинеты частные пластического хирурга оборудованы в соответствии с требованиями нового порядка. И, конечно же, были выявлены нарушения при оформлении медицинской документации пациентов и нарушения порядка предоставления платных медицинских услуг. После проверки нарушители исправили недочеты, а руководителям были выписаны административные штрафы. Напомним, что в Рязани действует пять частных центров, которые после принятия нового закона могут оказывать только консультативную помощь, а операции по пластической хирургии проводят в трех государственных клиниках. Одна из них – областная клиническая больница. Здесь операции проводят более 25 лет. Среди услуг – мамопластика, пластика тела, ягодиц, туловища, омолаживающие операции на лице, реконструкции лица после травм, аварий, ожогов, в том числе с применением стволовых клеток и имплантов, а также снижение веса. С помощью операции можно похудеть на 100 и даже 200 килограммов. В России у нас женщина на свой день рождения получает шубу, а в Бразилии она получает импланты. Это является обыденным в жизни. И если, допустим, вас смущает, вам мешает жить опущение наружного края брови, то почему бы не прийти и его не поднять? Другое дело, что это должно быть выполнено в нормальной клинике, нормальными специалистами и, естественно, у психологически устойчивых пациентов. Владислав Иванов каждые два месяца выступает на международных форумах. Признается, что таким количеством операций, как и в областной клинической больнице, может похвастаться не каждая клиника Европы или Москвы. К нам на обучение приезжают специалисты со всей страны. Подход исключительно врачебный. На базе отделения пластической хирургии даже была защищена кандидатская диссертация клинического психолога. Существует в этой сфере и ряд мифов. Например, что увеличение груди означает отказ от детей и возможности грудного вскармливания. Современные технологии постановки имплантов, они не влияют на грудное вскармливание. Имплант ставится под мышцу, а не под железу. Даже при переолярном разрезе протоки молочной железы не пересекаются, не затрагиваются. Максимально, минимально инвазивно он туда восстанавливается. Никаких противопоказаний грудного вскармливания после эндопротезирования нет. Новинки среди материалов тоже краеугольный камень. Применять их в своей практике специалисты ОКБ не спешат. Ведь через несколько лет может измениться не только форма, но и свойства материала. В ход идут только проверенные временем и опытом коллег импланты с пожизненной гарантией. Импланты молочной железы в настоящее время текстурированы, покрыты специальной оболочкой, чтобы исключить ротации в кармане, загибы верхнего полюса, а не каплевидной формы. Их выпускается очень огромное количество. Допустим, есть такие маленькие импланты, есть такие огромные импланты. То есть можно получить любой размер груди. В пластической хирургии, как и при любой другой операции, есть противопоказания. Поэтому сначала врач проводит серию бесед. Нужно убедиться не только в физическом здоровье человека, но и в психологической устойчивости. Ведь главная задача пластической хирургии – придать уверенности человеку и помочь ему полюбить свое тело, а не решить социальные задачи. Галина Кудряшова, Мария Рудая, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». Бронзовую медаль первистой Европы по стрельбе из лука в зале в составе команды России завоевала рязанская спортсменка Вероника Санина. Турнир проходил с 25 февраля по 3 марта в турецком городе Самсун. Участие в соревнованиях приняли лучники из 28 стран. Вероника Санина стрельбой из лука занимается с 10 лет. Пришла сюда, как только увидела, что открылась секция. По словам тренера Екатерины Марковой, сначала была такой же, как все дети. А через три года тренировок поехала на первые всероссийские соревнования «Надежда России». И сразу же выполнила норматив мастера спорта. Попала в сборную страны. С тех пор ее имя не сходит с новостных заголовков. Соревнования без медалей не возвращаются. Совсем недавно Вероника Санина завоевала бронзовую медаль европейского турнира. Квалификацию я достаточно хорошо отстреляла. Да и финал тоже неплох. Закосячила я там одну серию. И поэтому проиграла представительница Италии. Три очка. А в команде мы стали бронзовыми призерами. В принципе, результат неплохой. Так как квалификация достаточно хорошо была. Ну, я в целом довольна. Это не первое соревнование в этом году. На зимнем первенстве России Вероника стала второй в личном и командном зачете. Те результаты, которые она показывает, это не просто так. Это все через ее большой труд. Потому что человек действительно, неважно, у нее были экзамены. Она сдавала в 11 классе экзамены каждый день на тренировке. У нее сессия, у нее экзамены. Она все равно каждый день на тренировке. То есть, вот нельзя, наверное, чего-то достичь. Вот как-то очень поверхностно относясь к тому, что ты делаешь. Стрельба из лука – вид спорта, который полезен для здоровья. Занятия в тире помогают исправить позвоночник. Укрепляют мышечный корсет. Положительно влияют на зрение. Для профессиональных спортсменов важны настрой и вера в собственные силы. Стрельба из лука – это в каком-то отношении, наверное, даже не просто вид спорта, а какая-то такая философия. То есть, спортсмен должен понимать, что когда ты стоишь на линии, ничего вокруг нет. Есть только ты, твой лук и мишень. Начать заниматься этим видом спорта можно в любом возрасте. Сергей Трешков пришел в лучный тир впервые, когда ему было 27 лет. Сейчас он стал первым рязанцем, завоевавшим серебро на зимнем первенстве чемпионата России. Вообще, для удовольствия все начиналось. Потом начали получаться результаты и постепенно, потихоньку, начал показывать все выше, выше уровень свой. Когда уже понял, что я могу чего-то достичь, я напрекся, можно сказать. Иной раз под эти соревнования без выходных, каждый день тренировка за тренировкой. И так вот собрал силами, поехал и показал такой вот результат. Хорошие результаты, не повод расслабляться. Нужно готовиться к следующим соревнованиям. В апреле Сергей поедет в Валу, что там пройдет один из этапов чемпионата России. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Теперь к итогам недели. На этой неделе провел свою первую пресс-конференцию. Недавно назначенный руководитель регионального следственного комитета Владимир Никешкин. Расскажем, о чем шла речь на встрече с журналистами. Владимир Никешкин был назначен главой регионального следственного комитета 8 февраля. Две недели назад приехал в Рязанскую область. За это время уже побывал в четырех районах. В основном сотрудниками доволен. По одному из отделений возникли вопросы, и он дал действующему руководителю время до конца марта, чтобы он наладил работу. Если этого не произойдет, он будет уволен. Обращаясь к журналистам, Владимир Никешкин рассказал, его позиции всегда быть открытым, потому что именно СМИ смогут донести до общества те проблемы, которые существуют. Также на пресс-конференции он рассказал об оперативной обстановке. За два месяца число преступлений увеличилось на 4% по сравнению с 2018 годом. Тяжких преступлений стало на 7% меньше. Их раскрываемость увеличилась и составила 86%. За два месяца зарегистрировано 6 убийств. Новый глава регионального следственного комитета среди всех дел отметил те, в которых важно понять, что послужило причиной преступления. Первое – убийство супругов из Сассовского района, занимавшихся ростовщичеством. Молодой человек, который проиграл 2 миллиона в игровых автоматах, хотел занять денег, чтобы вернуть долг. Они навели справки и отказали. Тогда он пришел в подъезд, отключил свет в квартире. А когда хозяин вышел, зарезал его, а потом супругу. Первая причина – не совсем законная деятельность ростовщическая. А с другой стороны – игровые автоматы. Теперь мы будем выяснять, на каких игровых автоматах он играл, где это все. Цепь идет. Вот цепь просто. Только стоило тронуть чуть-чуть и пошел цепь. Конечно, он не нашел этих денег. Двух миллионов рублей. Он нашел всего 70 тысяч рублей. И после совершения этого преступления возникает много вопросов. Вопросов профилактического характера. Надо выяснять те моменты, которые привели к совершению данного преступления. Вторая история с мальчиком, на которого упала глыба льда. Инцидент произошел 27 февраля. У ребенка диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». По словам Владимира Никешкина, за содержание издания отвечает Петербургский университет путей сообщения. Его руководство и понесет ответственность за случившееся. В ближайшие 2-3 недели дело будет передано в суд. Кроме того, в адрес исполняющего обязанности главы города готовится представление о немедленном устранении наледи с крыш в городе. Отдельно Владимир Никешкин рассказал о задачах, которые ставятся в работе Следственного комитета. Это расследование дел коррупционной направленности, преступлений против детей, соблюдение правил охраны труда на предприятиях, дел по невыплате заработной платы. Последних в производстве 8. Долг перед работниками составляет 303 миллиона рублей. Самые жесткие меры будут приниматься к этим людям, которые не хотят отдать заработанное, а сами разъезжают на дорогих машинах, ездят дорогие турпоездки. Один из вопросов был про кадровую политику. Как ответил Владимир Никешкин, менять людей на постах он не намерен. К тому же после своего назначения он снял с сотрудников порядка 20 взысканий. Он считает, что за хорошую работу следователей необходимо поощрять. Не исключено, что в Рязанской области для них утвердят специальную награду. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Дорога как после бомбежки. На проезжей части от поворота с Касимовского шоссе в сторону улицы Кальной после схода снега появились огромные ямы. По словам местных жителей, всему виной большегрузы, которые выезжают со стройки неподалеку, началось строительство многоэтажки. Сейчас и не скажешь, что эту дорогу, ведущую на улицу Кальная, ремонтировали в прошлом году. Две недели назад, рассказывает Игорь, здесь появились ямы, которые с трудом удается объехать. Разбили проезжую часть большегруза. ЕБДД присылали патрули, но я их не наблюдал здесь никогда. Я не знаю, были ли составлены протоколы или нет. Я знаю одно, что каждый день это продолжается с 9 часов до 6 вечера. У меня мама здесь живет в этом доме. Да, у меня его прямо вот окна, прямо вот напротив вот этих ям. Игорь обращался в администрацию города. Там ответили, для большегрузов есть другая дорога. Она находится недалеко. Поворот для большегрузов на этом перекрестке направо запрещен. В 2015 году здесь даже установили соответствующий знак. Но большинство водителей правила нарушают. Утром и вечером в часы пик на этом перекрестке образуются пробки. Большегрузы часто не могут разъехаться с маршрутами такси и другим транспортом. Жители близлежащих домов недовольны в первую очередь тем, что образуется большая загазованность. Дома нечем дышать. Я понимаю, там спецтранспорт, там мусороводские, это еще ладно. Но грузовые машины, когда вот рядом, вот пожалуйста, строится в Голландии тоже жилой компас. Копает котлован, вот сами самосвалы пойдут возить туда в котлован. Решайте проблему, решайте через мясокомбинат там на кружную. Но решайте, ну не надо в жилую зону залезать. Люди мучаются, дороги нет и опасно. Рядом школа. Между тем, стройка только начата. И если к застройщику не будут приняты меры, жить в этом районе станет просто невозможным. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Утилизировали медицинские отходы, нарушая законодательство. В поле зрения природоохранной прокуратуры снова попала фирма, расположенная на улице Бирюзова в Рязани. Площадка, где хранились шприцы и другие использованные инструменты была открыта для доступа людей-животных. Это одно из типичных нарушений для фирм, занимающихся утилизацией медотходов. Иглы и шприцы должны быть обезврежены после использования и отправлены на временное хранение до дальнейшей утилизации. Это медотчреждение нарушило закон. Отходы хранились на площадке, которая находится недалеко от жилых домов, и на нее не закрыт доступ. Тогда нарушители оштрафовали на 100 тысяч рублей. Прошло полгода, и на территории предприятия были выявлены те же нарушения. Была осмотрена данная площадка, было обнаружено более 300 пакетов с медицинскими отходами. И только 44 из них имели Бирки с названием лечебных учреждений, от которых данные отходы приняты. Организация энергоспецкомплекта, принимая медицинские отходы, обязана была обеспечить наличие на данных пакетах Бирки, и чтобы наличие Бирок, чтобы было индицировать возможность была идентификация в лечебном учреждении. Как отметили в природоохранной прокуратуре, организация не имела права размещать на данном месте медицинские отходы и длительное время хранить их. В данный момент по этому факту проводится проверка. В прокуратуре будут приняты меры по недопущению нарушения законодательства данной организации. С 1 марта вступили в силу новые правила, регламентирующие работу аварийно-диспетчерских служб. Теперь специалист должен ответить на телефонный звонок в течение пяти минут, а если не успел, то обязан перезвонить или оставить голосовое сообщение. В доме номер 18, корпус 1 на улице Высоковольтной, постоянно происходят протечки. Анастасия Ивановна живет здесь более 30 лет. Аварийную службу вызывает почти каждый месяц. Дело в том, что в подвале регулярно прорывает трубу, а также засоряется канализационный колодец. Вызовешь утром, а приезжают и вечером, и ночью. Нужно стоять и смотреть, прочистили ли колодец, и потихла ли водичка. Вот проблема. Проблем был много, и шум был с отоплением. Слава Богу, сейчас ликвидировали. Александр Михайлович, старший по дому, следит за порядком. Аварийную службу вызывал не раз. Говорит, что в подвале сидят лица без определенного места жительства, которые крутят винты по своему усмотрению. Приезжают экстренные службы. Они говорят, давайте нам ключ. А где ключ? Ни у кого ключа нет. Разворачиваются и уезжают. Теперь такая ситуация не повторится. Ведь с 1 марта изменились сроки реагирования на звонки и обработки заявок. Уже 4 дня аварийная служба работает в новом режиме. Теперь все аварийные повреждения внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, систем отопления и электроснабжения должны быть локализованы не позднее, чем через 30 минут с момента регистрации заявки. А устранены не позднее, чем через трое суток. На ликвидацию засора внутридомовой инженерной системы водоотведения отводится 2 часа с момента регистрации заявки, как и на устранение засора мусоропровода. Однако на практике сделать это не так просто. Ведь может не хватить людей. У нас 4 бригады аварийных, по 4 и по 2 машины, 8, ну где-то 18 машин, плюс от гащика еще 2 машины. Диспетчер признается, что в штате около 80 человек, но и звонков тоже много. Например, вчера их поступило 67. В среднем же цифра зависит от сезона, и при пуске отопления может достигать 150 звонков в день. Принимать по новым правилам их нужно в течение 5 минут. Если не успел, то обязан сам перезвонить в ближайшие 10 минут или оставить голосовое сообщение. Телефон единой аварийной службы 45-3157. Нам удалось дозвониться с первого раза. На обработку. Ну, минуты три. Ну, приняла я заявку. Ребята, если у меня свободная машина есть, я отправляю сразу. Если нет, значит выжигаем. Минуты три. Диспетчеры отмечают, что, несмотря на новые правила, изменений сотрудники в работе не заметили. Скорость реакции на проблему по-прежнему зависит от наличия свободных машин и загруженности городских дорог. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани начинает таять лед на городских карьерах. Однако это не останавливает рыбаков. Они все равно приходят с удочками каждый день. В конце зимы, по их словам, начинается самый хороший клев. Лед на карьере начал таять буквально на днях. Мы видим, что вода в купеле, которую прорубили на крещение, уже не замерзает. Еще немного, и ловить здесь рыбу станет небезопасно. Рыбаков на третьем Барковском карьере немного, потому что будний день. Владимир пришел к половине девятого утра. К обеду наловил на уху. Плотичка, окунь и подлещик. Самый последний лед, самый лучший клев. Это обычно. А почему? Ну, потому что рыба активнее становится. Вода попадает. Как говорится, это свежая. Рыбка начинает шевелиться. Начинает ходить. Владимир считает, что пока лед толстый, находиться на карьере не опасно. Но, тем не менее, лунку пробурил недалеко от берега. Самую крупную рыбу поймал под включенную камеру. Виктору тоже повезло, только приехал, а уже пошел первый клев. Что сейчас? Сократили, пока работы не нахожу, не тут жду. И делать нечего. Чем на диванчике, я лучше здесь посижу. По прогнозу синоптиков, плюсовые температуры скоро вернутся. А это значит, собираясь на рыбалку, в первую очередь, нужно будет подумать о собственной безопасности. В региональном МЧС пока с просьбой к рыбакам не выходить на лед не обращались. Но, скорее всего, профилактические рейды начнутся в ближайшее время. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Женщина чудом осталась жива. В суд передан дело в отношении рязанца, который выстрелил посетительнице кафе в висок из травматического пистолета. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и решил, что она украла у него сумку. Трагедия произошла в октябре 2018 года. Утром в этом небольшом кафе в микрорайоне Преокский посетителей было немного. В это время здесь появился беспокойный мужчина. Несмотря на то, что на часах было примерно 11, он уже был пьян. На видео с камеры отчетливо видно, подходит к женщине и стреляет ей из травматического пистолета в висок. Женщина чудом выжила. Выстрел с такого расстояния мог оказаться смертельным. В ходе следствия было достоверно установлено, что обвиняемый, находясь в этом кафе, будучи в состоянии алкогольного опьянения, потерял свою сумку, которая находилась с ним. И посчитав, что принадлежащее ему имущество похищено, начал выяснять, где оно находится. Достал пистолет, начал пугать всех. И посчитал, что его сумку украла именно она. На этом подвиги в состоянии алкогольного опьянения для подозреваемого не закончились. Он выбил дверь соседям, замечание которых его возмутило. На балконе разбил свое стекло, в результате чего осколки стекла полетели на балкон, расположенный внизу. В это время вышла соседка, сделала ему замечание. Почувствовав себя оскорбленным, он спустился вниз, выбил дверь, зашел, так сказать, выяснить отношения. Соседка вызвала полицию. Это ее и спасло. За проникновение в жилище ему грозит срок до двух лет лишения свободы. За покушение на убийство статья более строгая – до 15 лет. Окончательно наказание определит суд. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Фотосессии, макияж и прическа в Рязанском перинатальном центре. Девушек, которые стали мамами, поздравили с наступающим праздником. Виктория Корчукова – мама со стажем. Сыну уже три года, а вот дочке всего пять дней. Врачи говорят, что ребенок здоров и готовы выписать его вместе с мамой домой. С родными, которые живут в Копине, Виктория не виделась уже месяц. Подготовиться к долгожданной встрече ей помогают волонтеры. Я думала, что будут не красивые, то есть тут же ничего нельзя, не фены. Вот, а это очень здорово. Сейчас посмотрим, как муж отреагирует. Акция «Подарок маме» в этом году проходит впервые. Ее приурочили к празднику 8 марта, а также к восьмилетию Рязанского областного перинатального центра. Волонтеры помогают мамам подготовиться к выписке, делают макияж и прическу, а также первые кадры с новым членом семьи. Всегда, конечно, очень много уделяется внимания ребенку, но мама не должна уходить на второй план. Мама делает огромный вклад в семью. В прошлом году в перинатальном центре родилось более трех тысяч малышей. Сделать это событие незабываемым – основная цель акции. Это очень классный проект. У меня тоже есть ребенок, и я помню, как я выписывалась примерно в то же время, только на месяц позже. И была тоже слякотная погода, было очень уныло, и реально было не до себя. А здесь в преддверии праздника мамочкам такой подарок. Мне кажется, каждой женщине нужно ощущать себя в этот момент богиней, потому что рождаешь нового человека, и это должно быть достойно встречено. У Алины Аберьяновой вторая дочка, ей всего четыре дня. Новую принцессу уже ждет сестренка, и с трепетом встречает папа. В акции приняли участие с удовольствием. Снимки займут достойное место в семейном архиве. Очень приятно и неожиданно. Это очень для женщины важно всегда быть красивой в любой ситуации, тем более в такой, когда у тебя такое счастье. И тем более 8 марта – это огромный подарок. Спасибо большое. Акция проходит в преддверии 8 марта. В планах перинатального центра сделать ее ежегодной. Галина Кудряшова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Рязанском цирке новая программа «Империя Львиц». Зрители ждет увлекательное погружение в мир трюков, невероятного мастерства акробатических номеров воздушных гимнастов, а также необычные аттракционы с очаровательными животными, среди которых обезьяны, павианы, пони, грациозные лошади и охотящие порзые собаки. Валерий Седов продолжит. Семь львиц и два тигра одновременно на манеже цирка. Каждый хищник занимает свое место и без команды дрессировщика не сдвинется. А после простых его слов они и по периле пройдут, и друг через друга перепрыгнут. Виталий Смоленец давно хотел стать дрессировщиком, выбрал самых сложных хищниц – львиц. Говорят, что дрессировки они не подаются, но прямо сейчас мужчина доказывает обратное. Виталий поделился и главным секретом. В первую очередь любить надо их. Если их любить, они ответят взаимностью. И естественно, чем больше времени проводить с ними, они настолько привыкают, они просто начинают понимать человеческую речь. Я с ними разговариваю, как вот с вами разговариваю, так же сами с ними. Они знают прекрасно свои имена. Я называю Ника, иди ко мне. Пойдет именно Ника. Не пойдет другая львица, они знают свои имена. Самой младшей Линде год и восемь месяцев. Старшей Нике 17 лет. И каждый свой подход через уважение и любовь. Виталий Смоленец рассказал, что тигры в программе появились не так давно. Изначально выступал только со львицами, а потом разнообразил коллектив. Теперь хищники вместе выполняют на арене самые незаурядные трюки, слушая каждую команду дрессировщика. Виталий Смоленец выступает во втором отделении. До аттракциона «Империя львиц» рязанский зритель увидит воздушных гимнастов, акробатов, клоунов и другие номера. Каждый артист здесь особенно хорош в своем направлении, в своем виде деятельности. Безусловно, это отличное шоу, потому что любой номер является продолжением предыдущего и дополнением следующего. На репетицию акробатов смотреть не менее интересно. То и дело, подвижная платформа с артистами поднимается под купол цирка. И мужчина, не ведая страха, прыгает вниз. Вновь и вновь, пока трюк не будет выполнен. Готовимся каждый день. В понедельник у нас только выходной. По два-три часа репетиций каждый день. Дополнительные подкачки, дополнительное усиление. Каждый раз придумываем новые трюки. Стараемся сделать все лучше, чтобы радовать зрителей. Рязанцев ждет насыщенная программа от заслуженных артистов России. Первое выступление состоится уже 8 марта. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Это были главные новости уходящей недели. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Хорошего отдыха и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok